здравствуйте друзья мы попросим светлану зачитать вопрос добрый день меня зовут максим и мне 27 лет я живу в киеве есть мечта ехать сша очень люблю эту страну и хочу чтобы мои дети жили именно там они собирали крохи в почти разваленной стране немного истории для полноты картинки работаю европейской компании получаю неплохие деньги как для украины 500 700 евро в месяц еще есть маленькие доходики имею высшее образование в телекоммуникации коллеги но по специальности почти не работал поскольку зарплата примерно 100 150 долларов работаю с 18 лет не всегда любил копить деньги и покупать что-то существенное правильно итак 20 лет я накопил купил автомобиль работая на двух работах и параллельно учился молодец 24 женился и получил магистра 25 стала отцом чему безмерно рад уже почти два года собираюсь стать тестером но не могу оставить работу поскольку от меня зависит моя жена и ребенок а джуниор тестер у нас платят около 200 долларов что для нас мало я думал когда жена выйдет с декрета и пойдет работать и потом уже осуществить свою мечту стать тестером но план не стоит на месте и мы решили переезжать к вам поближе он валить очень простой и наивный но мне кажется что у всех так мы планируем за два года накопить 10 тысяч долларов и потянуть язык и наслаждаться жизнью как вы всегда советуете дальше по турбизию людей с сша и подать на политику знакомый уже прошел такой этап и посоветовать своего юриста так как я сам работы не боюсь я могу работать на 12 часов в самых разных отраслях и на стройке и машинах разбираюсь и водителями и многое другое думаю что прокормить семью и на юриста хватит после того получил документы уже пройти ваши онлайн-курсы и уже осуществить свою вторую мечту и стать тестером расскажите пожалуйста какие еще подводные камни нас могут ждать кроме отказа в висе или в политубежище при осуществлении этих действий ну давайте так начнем все-таки речь идет о событиях удаленных во времени на два года то есть через два года кто же его знает что там будет поэтому то что мы сейчас вот поговорим мы говорим из предположения что через два года будет примерно то же самое что сейчас иначе смысла нет вообще разговаривать значит мне очень понравилась фраза о том что он по 12 часов там привык работать что он не не чураются работы грязные такой сикой настройки там учета это абсолютно идеальный иммигрант света ты согласишься с этим утверждением ну полно же людей которые ставят предварительные условия я бы поехал если бы мне а что мне за это дадут а смогу ли я устроиться сразу вот на такие-то деньги он же условия не ставит он говорит я готов пахать на будущее он готов ради будущего сегодня пахать и не задаваться вопросами вот этими это это я считаю что у него эти тюд вот то что называется абсолютно идеальный вот именно такие люди в америке и как бы добиваются успеху для них это страна значит теперь что еще сказать значит 10 тысяч долларов понимаешь мы с одной стороны понимаем что знаем что были ли которые приезжали у них было 100 долларов и они тем не менее там не пропали но у них ребенок и в этом смысле тут конечно надо поаккуратнее 10 тысяч на самом деле довольно приличная сумма если исходить из того что они только приехали куда они еще поедут они не рассчитывают калифорнам но подожди нормально это если они не работают они могли бы там полгода прожить на эту сумму мы же не об этом говорим они приедут так у них есть 10 тысяч это же не значит что их надо проживать это значит что у них есть некоторые резерв они стали какое-то жилье значит у него жена с ребенком маленьким значит она может там присматривать там за чужим ребенком например то есть может брать там до бебиситорством заниматься немножко он может делать там все остальное настройки например работать поэтому они себе заработают на жилье на пропитание даже будучи абсолютно нелегалами сколько в стране нелегалов свет которые живут десятилетиями и зарабатываются на жизнь еще умудряются жилье покупать правда вот но они уже с опытом с языком там со всеми делами они благоустроены у них есть деньги на машину в принципе чтобы не тратиться на машину может быть им правильно было бы поехать в какой-то город где транспорт хороший для нью-йорк например может быть там но с этим я не против я не против того что надо иметь машину я просто я говорю о том что если ты приехал и у тебя есть 10 тысяч это не значит что должен сразу купить за 7000 машин я говорю о том что они должны начать работать и в перспективе значит они заведутся машины а как же как же без этого поэтому они там заработают себе и на адвоката как он правильно сказал поэтому нельзя там первый день отдать 6000 адвоката надо надо начать зарабатывать может оказаться что через месяц они уже оба будут подрабатывать и они будут себя самообеспечивать по какому-то там уровню и они могут может быть даже там и адвокатов в этот момент заплатить может быть половину вперед разные адвокаты по разному берут там и тогда вот поэтому 10 тысяч это не такая плохая сумма с учетом того что парень готов впахивать и он там допустим пару тысяч месяцев заработает даже нелегально да это это уже неплохо уже они выживают вот он хочет быть тестером я бы на его месте учил бы английский конечно собственно он и собирается и я на его месте тестирование подучил бы издалека вот прямо сейчас он может там читать книжку он может смотреть наш курс в онлайне он может в процессе изучения английского языка например смотреть там на ю тубе написать там софтвер тестинг и смотреть какие-то видео американцы индусы там мои может быть с моим акцентом то есть послушать набраться лексики профессиональные на английском языке и так далее то есть для этого не нужно дожидаться пока он окажется физически в сша он может уже сейчас это делать это даст ему некоторый как сказать шажочек вперед который потом уже не надо будет делать вообще всякая новая информация она должна немножко устояться в голове поэтому если он сегодня тут кусочек возьмет там кусочек здесь почитает то когда он же страну приедет у него какие-то концепции уже будут в голове а какие-то новые будут быстрее накручиваться я я считаю что может это раньше делать сетик что ты считаешь может их вот вот про подводные камни спрашивает что ты считаешь им может помешать или о чем надо знать допустим чтобы я думаю что самый главный подводный камень да то что впереди еще два года совершенно неизвестно что за это время случится это правда рецессия и тогда работу будет трудно найти люди будут больше я думаю что гораздо легче будет визы получать потому что сейчас еще там несколько недель может быть там пару месяцев и с украины будет с украинским паспортом будет без визовый въезд в европу и гораздо легче станут визы давать я думаю мы не знаем просто слишком отдаленная перспектива и в этом смысле очень много неизвестных чтобы так сказать какие будут подводные камни ну на сегодняшний день самый главный подводный камень что мы не знаем что будет с экономикой а от экономики все зависит будет ли больше этой работы на кеш или будет меньше но в общем очень тесно с экономикой да и мы не знаем на самом деле что если мы говорим про будущее вот кто кто будет президентом какие будут инициативы по иммиграции и как вообще там поняли по нелегальной работе может штрафы какие-то давать это политическое убежище тоже никто не знает в общем много изменений а давай на сегодняшний вот по состоянию на сегодняшний день какие ты думаешь вот у людей бывают мы сегодня сегодня взяли мы приехали то в принципе это в общем такая ситуация стрейт-форвард и прямолинейная уже все этой дорогой прошли как бы все там известно вот он говорит что может случиться может быть я визу не дадут может быть мне откажут в политическом убежище насчет отказа я бы сильно не беспокоился то есть конечно надо собраться и сделать все грамотно но там есть отказ а дальше и там ты до трех раз можно апелляции подавать и так далее я я хочу сказать что процент людей которых реально депортировали это это просто ну что-то такое не мыслимо сколько лет и по 25 и по 30 это нелегалы мы не говорим о чем то так вот что мы говорим вот не визу получить не получить отказ на политическом убежище а вот что вот людей подкашивает к чему надо быть готовым вот самое главное к моральному состоянию каком-то потому что когда человек находится в стрессе да да у него слабые места прорываются и долго находиться в стрессе просто тяжело морально ну и молодые ребята все равно берешься надо отношения свои друг к другу отношения понимать и понимать что если даже где-то там собак спустил да потому что нервы не выдерживает то это не потому что допустим какие-то плохие отношения потому что ситуация такая тяжело то есть надо понимать что все под стрессом вообще это будет серьезной проверкой вашим отношениям очень серьезно когда люди в стрессе они могут делать вещи которые так бы они не стали никогда поэтому держитесь так что вам здесь на стрессоустойчивость это вот такой фактор которому нельзя научиться наверно да то есть каждый стресс это напряжение понимать что со стрессом связано с то есть ты говоришь о том что семья крепкий тыл семья держаться вместе и вместе преодолевать трудности так далее это очень важно когда поддержка такая есть и так далее многие люди они у них стресс как раз от отсутствия поддержки вот такое тоже бывает ну что же давай мы пожелаем молодой семье успехов конечно вот и так что все у них было хорошо если вы любите друг друга все будет нормально ну отлично